Дома, в Москве, все было уже по-зимнему. Топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию пили чай, было темно, и няня ненадолго разжигала огонь. Уже начинались морозы. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки, и когда прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось, ему покроется туманом, и лишь изредка будет сниться ему строгательной улыбкой, как это делали другие. Но прошло уже больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера, и воспоминания разгорались в нем все сильнее. Вдруг в памяти всплывало все, и раннее утро с туманом на горах, и то, что было на малу, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Закрывший глаза он видел ее как живую, и она казалась ему лучше, красивее, нежнее, чем была, да и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжнего шкапа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее, и уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома было нельзя говорить о своей любви, а вне дома ни с кем, ни с жильцами же, и ни в банке. Да и о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поучительное, поэтическое, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем же дело. Гуров не спал всю ночь и возмущался, и весь следующий день провел с головной болью. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось ничего делать, ни о чем говорить. В декабре, на праздниках, он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжай в Петербург, хлопотай за одного молодого человека, и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной, поговорить, устроить свидание, если это возможно. Приехал он в С. утром и занял лучший номер в гостинице, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном, а на столе стояла чернильница, серая от пыли. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидритс живет на Старогончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Гуров не спеша пошел на Старогончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. От такого забора убежишь, думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, да и муж, вероятно, дома, да и все равно было бы бестактно войти и смутить. Если же послать записку, то она, скорее всего, попадет в руки к мужу. Тогда можно только все испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил и поджидал этого самого случая. Он ходил и все больше и больше ненавидел этот забор. И уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем, вероятно, развлекается с кем-то другим. И ведь это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера глядеть на этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. Как все это глупо и беспокойно, думал он, проснувшись. Был уже вечер, вот и выспался зачем-то. Ну и что я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели и дразнил себя с раздражением. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась на глаза афиша с крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон. Все время, пока публика занимала свои места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он ясно понял, что теперь для него на всем свете, нет ближе, дороже и важнее человека. Она теперь наполняла всю его жизнь, была его радостью, горем, и тем единственным счастьем, которого теперь он так желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами. Очень высокий, сутулый, при каждом шаге он покачивал головой и, казалось, все время кланялся. Вероятно, это был муж, которого Анна Сергеевна тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И действительно, в его походке, в манере было что-то лакейское, и в петличке у него болтался ученый значок, точно лакейский номер. В антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший также в портере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. В ужасе она сжала в руках вместе веер и лорнетку, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела. Он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Ей стало так страшно. Казалось, что из каждой ложи смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней. И шли они бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то опускаясь. И мелькали перед ними какие-то люди. В судейских, учительских, удельных мундирах. И все со значками. Мелькали дамы. Шубы на вешалках обдувал сквозной ветер, обдавая их запахом табачных окурков. Игуров, у которого сильно билось сердце, подумал, «О, Господи, зачем все эти люди? Зачем этот оркестр?» И в эту минуту он вспомнил, как тогда на станции, проводив Анну Сергеевну, подумал, что все кончено. И что они никогда более не увидятся. Но как же далеко было до конца. На узкой мрачной лестнице, где было написано «Вход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» Сказала она, тяжело дыша, бледная, ошеломленная. «Как вы меня испугали! Я едва жива! Но зачем, зачем вы приехали, зачем? Но, Анна, Анна, поймите, — говорил он в полголоса, торопясь, умоляю вас, поймите, — я несчастна, — продолжала она, не слушая его. Я думаю только о вас, я живу мыслями о вас, и я хочу забыть, забыть! Но зачем, зачем вы приехали?» Вверху на площадке стояли два гимназиста и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — сказала она в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас! Я клянусь вам, я приеду к вам в Москву. А сейчас расстанемся, милый, дорогой, расстанемся. Я заклинаю вас всем святым, умоляю, вам надо уехать. Слышите, Дмитрий Дмитриевич, вы должны уехать сейчас. Я никогда не была счастлива. Я несчастна и никогда не буду счастлива. Но так не заставляйте же меня быть еще несчастнее. Я приеду, я приеду к вам в Москву. А сейчас расстанемся, расстанемся». Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз по лестнице, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она несчастна. Гуров постоял немного, прислушался, отыскал свое пальто и ушел из театра.